В учебном центре по подготовке спасателей сейчас готовят к выпуску операторов для экстренной службы 112. Этот номер должен заработать был давно, очередной день X, 1 июля, и учеников осталось не так много времени. Главное, довести навыки до автоматизма, ведь каждая секунда может стать фатальной. Вероника Иванова побывала в образовательных классах. Наша задача, в первую очередь, запустить постараться сердце, поднять давление при университете системе. Как оказать первую помощь в излучайной ситуации? На этом занятии учат директоров, инженеров и других ответственных за безопасность на предприятиях и в организациях. Правила реагирования в случае ЧП – это более 200 часов теории и практики. Любые ситуации, которые могут возникнуть, нужно помочь человеку прийти в себя, либо сделать так, чтобы он смог не навредить ни себе, ни другим. Подготовку здесь ведут с 60-х годов. Сегодня центр празднует 55-летие. Но, несмотря на праздник, классы полные. Готовят сотрудников для единой службы 112. Зачастую вот эти вот чрезвычайные ситуации комплексные. И поэтому необходимо привлечение не только специалиста с одной экстренной оперативной службы. Таким образом, время реагирования, исходя из опыта, действующих в настоящее время систем 112, например, в Татарстане, сокращается на 15-20%. В нашем регионе систему 112 внедряют неспешно. Из года в год переносит её запуск. Но для будущих сотрудников экстренной службы именно оперативность самое главное. От того, насколько быстро будут введены в систему данные о происшествии, зависит жизнь людей. Что происходит? Выбираем, допустим, ДТП, да? Выбираем 02. Отправили карточку. Выбираем 03. Потому что люди заблокированы, необходимо их извлечь из автомобиля, да? Значит, ГИБДД, полиция нужна, чтобы у нас организовать пропуск. Запустить систему во всей области в очередной раз обещают с 1 июля. Если это произойдёт, дозвониться до диспетчера по номеру 112 можно будет из городского и с мобильного телефона. Причём даже при отрицательном балансе. Вероника Иванова, Олег Макаров. Новосибирские новости.